Всем привет! Ну что ж, сегодня я вам расскажу о покупках, которые я сделала в Риге, в Дьютифри и несколько покупок здесь есть онлайн, про что я вам еще не рассказывала. Я решила сюда это сразу пихнуть, чтобы не разделять это, а не будет здесь отдельно ни декоративки, ни уходов, ни будет все вместе. Просто покупки, короче, которые я сделала за последнее время, о чем я вам хочу рассказать. Так, накопилось тут немало, как мне кажется, но вместе с тем немного, потому что очень долгое время, если вы заметили, я не делала вообще никаких покупок. У меня была строгейшая диета, я ничего не покупала, а только то, что мне надо было, или то, что я хотела давно попробовать. В общем, все очень конкретно у меня все было разделено. В Риге я купила себе два шампуня, шаума, написано, что это какое-то новое, но что-то я сегодня сомневаюсь, что это что-то новое. Этот шампунь, который придает блеск матовым и потусклым, тусклым, да, тусклым волосам. Ну, в общем, купила, потому что когда-то давным-давно я пользовалась шаумой, очень ее любила. В Израиле шаума не продается. Я решила попробовать, вспомнить былое, может быть, мне опять понравится, что мне еще в этих шампунях нравится, что они маленькие. Потому что в Израиле таких маленьких тоже особо, по-моему, не продаются. Они все продаются, начиная с 400, если не ошибаюсь, и только Ходденшелдер с 300, по-моему, есть. В любом случае, мне надо, что они маленькие, потому что они мне не надоедят, а быстро закончатся. В общем, буду пробовать, как бы, ничего особо про них не могу сказать, даже если они мне супер понравятся, купить них в самом нигде. Следующее по интернету я заказала себе, наконец-то, гидрофильное масло, это называется, гидрофильное масло от Шуи Муры. Заказала то, которое для... для жирной кожи, да, насколько я понимаю? Да, розовое, типа розовое, для жирной кожи. Много я о нем читала, много я про него слышала, и решила сразу заказать именно масло, которое, как бы, считается, ну, самым, может быть, хорошим в этой сфере. Не то, что хорошим, самым популярным, самым, может быть, первым, не знаю, в общем, самое, которое, то самое-самое. Как мне даже вы написали в Инстаграме, что это, а, ты заказала самое-самое. В общем, впечатление у меня сложилось по нему такое. Видите, сколько я использовалась? Это буквально за неделю использования. Те, кто из вас, кто говорили, что оно экономичное, для меня оно не экономичное, это много. Для недели использования мне его хватит ненадолго, поэтому я перестала им пользоваться каждый день. Я буду пользоваться им только тогда, когда... Хотя его можно держать открытым всего 6 месяцев. Значит, нужно пользоваться. В общем, буду использовать его тогда, когда у меня какой-то активный макияж, и мне нужно, чтобы этот активный макияж смылся вот так, потому что макияж эта вещь смывает, ну, просто на ура. Глаза я им смывала, кто-то из вас не смывает им глаза, я знаю. Я да, смывала, мне не щипет, мне нормально, ничего не раздражает, поэтому я да, смывала им глаза. Он отлично смывает макияж, но как средство, которое умывает лицо, для меня это недостаточно. Но кроме смывания макияжа, я лично на себе почувствовала, что оно больше ничего не делает, Поэтому я после него хотела умыться еще каким-то средством, который, не знаю, сужает пор и что-то еще делает. Мне этого не хватило, для меня это просто смывка макияжа, дорогая смывка для макияжа. Поэтому я на данный момент не буду еще раз покупать эту штуку, а допользую и больше не буду покупать. Но, может быть, мое мнение в момент того, как я буду этим пользоваться, изменится, потому что у меня часто мнение меняется. В любом случае, пока вот такое вот первое впечатление у меня сложилось именно то. Следующую умывалку, которую я купила, которую я давно хотела, ну, в Израиле, почему-то на севере Израиля, где я живу, ее нигде нету. Это умывалка от Clorans для нормальной комбинированной кожи с семенами хлопка. Вот она такая белая, стандартная, как у все умывалки от Clorans. Тут есть 125 миль. Ох, девочки, как она мне понравилась. Это полный восторг, ну просто восторг. Я даже не знаю, чего она мне так понравилась, что у меня такой восторг от нее. Очень она мне понравилась. Очень хорошо умывает, очень хорошо чистит лицо. Единственное, что она оставляет лицо, она вычистит до скрипа. Я это не люблю, когда у меня лицо скрипит, оно конкретно чистит до скрипа. Но, как бы, я этот минус убираю куда-то. Например, дам ему пятерку с минусом этому среду, да. Но во всем другом оно мне очень нравится. Но его нужно просто очень мало. Оно дико хорошо пенится на лице. Оно такой, такой, прямо, знаете, таким белым кремом покрывается на лицо. Его можно пользоваться вместе с моими вот этими вот тряпочками, как они по-русски называются. Ну, знаете, знаете, тряпочки, которые в прошлом видео вам показывала, да, или вот этими вот маленькими махровыми мокрыми полотенчиками. Его можно смывать. В общем, супер средство. Я им пользуюсь и утром, и пользовалась и вечером. И отлично смывает макияж. В общем, просто средство на ура. А на данный момент это, наверное, такой мой фаворит, от которого я в полнейшем восторге. Не зря я его так долго хотела попробовать. Повторная покупка, которую я сделала, это лосьон для лица от Лолин. Я про него вам уже рассказывала, что когда-то на ЦР мне его купил. Я была от него в очень положительном... Была у него очень положительное мнение. Вот такой вот лосьон в стекле. Лосьон на каждый день для всех видов кожи с SPF 25. Я его купила сейчас. У нас уже началась весна. Вчера у нас вообще была жара плюс 30 градусов весна. Это уже лето у некоторых. В общем, как раз сейчас, в самый раз. У меня как раз заканчивается мой крем от Clorance. Я вот перейду на это. Купила его в Лолин. Была какая-то скидка. И мне он вышел дико выгодно. Относительно долго. И я решила повторить покупку, поскольку была очень довольна. Запах у него абсолютно огуречный. Как вы себе представляете? Такой травяно-огуречный запах. Вот такой вот у него запах. Хорошо, неплохо уважняет кожу. Девчонки, кто мне писал? Лена мне писала из Германии, что я как-то подруга это привозила. Что в Германии это недостаточно для увлажнения. Ей не увлажнял кожу, но он давал такое подсвечивание кожи. А скорее всего, это подсвечивание идет от того, что здесь есть SPF 25. Не может быть, я ошибаюсь. В общем, я в любом случае довольна этим средством для Израиля. На летом. Когда я была в Риге, я была в магазине Stockman. Кто живет в Европе? Многие, наверное, магазин знают. Насколько я знаю, это финский магазин. Я могу ошибаться. Поправьте меня, если я ошибаюсь. В любом случае, в Stockman есть все. Это просто рай косметики. Там есть все. Там есть все самые новые коллекции. Там просто есть все. Конечно, цены намного дороже, нежели в интернете. Хотя косметика люксовая примерно так же, как и везде. Именно такие, не знаю, там кисти Royal Techniques. Там они были намного дороже кистек. Вот так вообще. В общем, в основном цены на 15-20% дороже. Но люксовая косметика, в принципе, такие же цены, как и везде. Я купила... Я так много рассказываю. На самом деле, я купила просто зубную пасту. Я купила зубную пасту, которую много слышала в интернете. Зубная паста, которая называется Marvis. И я ее купила в... Ох, Cinnamon. Cinnamon, боже мой. Cinnamon и menthol. Мята. Cinnamon, Cinnamon, Cinnamon. Я сейчас называю это слово на русском. Корица. Вот, корица. Я хотела очень попробовать зубную пасту с корицей. Мне просто очень интересно было, что такое зубная паста с корицей. Это зубная паста и с корицей, и с мятой. Она очень-очень кремовая. У нее очень приятный запах, у нее очень приятный вкус. Если честно, меня абсолютно не смутил. Он абсолютно... Ментоловая корица. Так и есть. Как вот написано, так он и чувствуется. В плане действия этой пасты я, если честно, не знаю. Она сделана в Италии. Я пока недостаточно долго и пользуюсь, чтобы вообще понять, как она как зубная паста. И больше, наверное, ее покупать не буду, поскольку мне ее просто негде купить. Поэтому я купила маленькую, просто чисто из любопытства. Было интересно попробовать. Она, кстати, не дешевая зубная паста. Она стоила... Эта малютка стоила, по-моему, около 5 евро что-то. Для малютки где здесь? Сколько здесь? Сколько у тебя здесь? Скажи мне. 25 миллилитров. Это, по-моему, дорого по тебе. Это точно дорого. В любом случае, пока меня дико прикалывает вот эта вот ерундушка. Когда я ехала в Ригу, у меня был целый список, что я хотела купить в Дьюти Фри. Потому что в Дьюти Фри сейчас у нас Дьюти Фри наш перестраивается. Я знала, что там есть скидка, которая 2 плюс 1. Но этой скидки, как оказалось, не было. Потому что Габи летела, и скидки уже не было. И, в общем, все, что я хотела купить, я не купила. Купила вообще все что-то другое. В общем, неважно. Я очень хотела купить Дьюти Фри крем для глаз. Но вообще я его не нашла. И там все так перестраивается. Половина того, что было сейчас, нет. В общем, дурно в этом какой-то. Короче, когда я была в Риге в Стокмане, купила себе крем от Kiehl's. Ночной крем. Который, кстати, не называется кремом, но он называется сыворотка. Восстановляющий концентрат для кожи вокруг глаз. Содержит эфирные растительные масла. С каждым утром кожа вокруг глаз становится моложе. В общем, я очень-очень люблю этот крем. Это мой второй тюбик. Это мой любимый крем на ночь. Я люблю крема на утро и на ночь. На утро я люблю крема на гелевых основах. На ночь я люблю крема, которые что-то делают. Разглазжают морщинки. Не знаю, борются с чем-то там. С чем они должны бороться. Поэтому я люблю крема именно для глаз. Потому что у меня чувствительные глаза. И если я буду наносить крема те, которые и для вечера, и для утра, они на мне не ведут себя хорошо. Они мне раздражают глаза. Поэтому ночной крем повторила. И чтобы не париться, долго искала, парилась, искала, думала, что, то, сё, это. В конце концов решила, что я парюсь. Пойду и куплю то, что я люблю. В общем, купила. Но хочу попробовать крем от Estee Lauder. Именно ночной. Если вы пробовали, пожалуйста, напишите, расскажите. Нравится вам, не нравится. Советуйте, не советуйте. Потому что, в принципе, с глазами у меня проблем никакой нет. Именно с кожей. Одной из моих покупок, что я хотела купить себе в дюдевре, была тушь от Chanel. Которую вы мне все-все советовали. Это Le Volume de Chanel. Чёрная. И также вторая тушь, которую я всегда очень советую для Lise On Air. Это Canebo Sensei тушь с 38 градусов. Правильно? Да. 38 градусов. Короче, я купила и ту, и ту. И я пользовалась и той, и той. И у меня сложилось первое впечатление. Первое впечатление значит то, что оно первое впечатление, это впечатление может измениться. Итак, я сразу про ту, про ту расскажу. В общем, значит так. Chanel. Давайте начнем с Chanel. Давайте начнем с хорошего. Давайте начнем с Chanel. А вы мне все сказали, что ту Chanel будет давать такую драматические ресницы. Очень большие, очень красивые. Это реально так. Она сегодня на мне. Не знаю, что видно. Потому что солнце вообще на самом деле отсвечивает. Но с ой я не могу снимать там. Потому что она цирпит. А в любом случае, она дает большие такие драматические ресницы. Вот такие вот. С первого раза. Единственное, что... Я ее пользовалась только один раз. Сегодня. Единственное, что с первого раза она немножко слепила мои ресницы. Но я не знаю, может быть просто много туши вышло. Не знаю. В любом случае, у нее силиконовая кисточка. Силиконовая кисточка. Вот такая вот. Думаю, что вы все видели, вы все знаете. Пока у меня в первое впечатление сложилось вау. Я когда нанесла, сказала, вот такую тушь я люблю. Что с первого слоя она уже делает огромнейшие ресницы. Единственное, что нужно... Я должна привыкнуть, как ее наносить. В плане того, чтобы чересчур много наносить. Для того, чтобы не было чересчур много туши на ресницах. Канебус Инсай. У нее кисточка очень похожа на... Знаете, на что? На как это называется? На... Ну, Гурмандист. В плане обыкновенная такая кисть. Она самая обыкновенная. Не силиконовая. Ну, просто ворсовая кисть. У нее есть маленькие-маленькие ворсинки. Которые, в принципе, должны удлинять ваши реснички. Если бы я увидела эту тушь просто на прилавке ее пробник. Не пробник, а вот этот тестер. Я бы никогда ее не купила. Потому что я не люблю туши, на которых есть ворсинки. Но поскольку Лиза ее очень любит. И она ее очень советовала. Я решила попробовать. К сожалению, мое впечатление о ней пока отрицательное. Она ничего не делает на моих ресницах. Она... Единственное, что она очень хорошо делает. Она их очень хорошо разделяет. Она их вообще не слепляет. И из-за этого ей просто такая, знаете, твердая, жирная десятка. Кроме этого, она их не делает ни пышными, ни объемными. И не супер сильно удлиняет. У меня вообще ресницы относительно длинные. И без туши. И я просто... И вот такой тушью обычно, которая не особо что-то делает. Я их просто как бы придаю им цвет. И они у меня становятся более такие как бы... Мои прокрашенные, естественные, черные ресницы. Без любой драмы. И вот эта тушь, наверное, это и делает. Она не делает никакую драму, никакого эффекта, никакого объема, ничего. Она просто их хорошо прокрашивает черным цветом. И все. За такие деньги, сколько она стоила? Она стоила, по-моему, около 30 евро. Я их еще по скидке купила. По-моему, стоит 32 или 35 евро. Я ее купила за 28. Но я могу ошибаться. Может быть, она дешевле стоит. Но я точно купила за 28. И точно за скидкой. Ну, она не стоит того вообще. Но это первое впечатление. Может быть, мое впечатление? Нет. Когда я была в Дьюти Фри, то если покупаешь... Там была скидка. Если покупаешь покупку свыше 30... Нет, 60 долларов. То можно купить любой лак, который захочешь. Из тех, которые были на этой скидке за доллар. Я решила купить лак OPI. У меня не было еще ни одного лака OPI. У меня как-то был малютка OPI с Glossy Vox. Но он был такой молочный, дерьмовый. Я его сразу отдала или выкинула. Поскольку молочные лаки я люблю. Я даже на них как бы не заостряю свое внимание. А в любом случае, я взяла вот такой фиолетовый. И он, по-моему, дико-дико похож. Видите, как дико похож на мой любимый фиолетовый от Essie. Посмотрите. И вы видите. Вот. Это единственное, что он немножко синее, если так можно выразиться. Тем самым он немножко холоднее. Я его нанесла сегодня на ногти. Вот так вот он выглядит. Мне нравится. Он под мои часы новые. Мне нравится. Он красиво выглядит. Он на лето будет в самый раз. Я нанесла только один слой. Потому что хотела смотреть, как наносится один слой. Как быстро он засыхает. Один слой, в принципе, почти полностью покрывает пластинку. Немножко в некоторых местах есть полосочки. Так что со второго слоя он полностью покроет, закроет пластинку. Высыхает он моментально одним слоем. В общем, пока очень положительное впечатление. И цвет прямо, ну, как я люблю, на лето будет в самый раз. Один из покупок, который я хотела сделать в Duty Free. Это был гель для бровей. Мой гель от MAC закончился. Видите, мой любимый гель. У него обыкновенная кисточка вот такая вот. Ворсовая. Ворсовая. Боже, не знаю, как эта кисточка правильно называется. В любом случае, обыкновенная. Я это покупала раза три уже, наверное. Мой цвет всегда был средний. Бюжули. Бюжули он называется. Когда я пришла в MAC, как обычно, я хотела что-то. И этого не было. Обычно, когда я последний раз, я уже на раз-два последних, когда я прихожу в MAC в Duty Free, все, что я хочу, там нет. То это не продается. В Duty Free продается только в магазинах. То это просто нет. Потому что еще не пришло. То это новая коллекция. В общем, почему-то нет. В любом случае, в этот раз не было моего любимого этого геля. И был другой гель. Как я поняла, он новый. Насколько я поняла, он из серии Pro Longwear. То есть, эта серия не во всех магазинах. Есть только в магазинах Pro. Да, если я правильно это говорю, я могу ошибаться. Если ошибаюсь, поправьте меня. В общем, новый цвет. Там уже был выбор из, по-моему, из пяти или шести цветов. И мой цвет это Bold Brunette. И если я не ошибаюсь, то он самый темный. Посмотрите, какая разница. Вот это новый, который я купила, и вот это мой. Посмотрите, какая разница. Видите, какая разница. Это абсолютно светлый, это абсолютно темный. Разница между ними такая. Это более серый, более сероватый. Это более коричневый, что ли. Я наносила и тот, и тот. И я как бы их наносила на разные брови. Посмотреть вообще, что он мне впихнул. И я взяла, даже не подумав, два раза. На мне сидит очень хорошо. Насколько хорошо, что мои подружки, которые мы были в Латвии, ей очень понравилось. И она пошла себе в маке, купила тоже из этой серии Pro Longwear. Только она купила цвет на один меньше. Она немножко светлее меня, на один как бы ниже. Но если я сравнивала бы ее гель с моим старым, то они, в принципе, даже ее гель намного темнее моего старого. Поэтому цвет этот вполне-вполне мне подходит. И никакие темные брови он мне делает. Абсолютно сочетается с моими волосами. Может быть, это и так видно. В общем, почти мой цвет волос. В общем, да, новинка, кстати, тут кисть другая. Тут кисть елочка. Маленькая такая елочка. Вот видите, какая разница между кистьями. Это, мне кажется, очень похоже на Benefit. Тот новый, который я купила. Вот. Ну, буду пробовать. Буду пользоваться. Пробовать уже не буду. Пробовать уже поздно. Вернуть все равно, не забуду пользоваться. Этой зимой я очень хотела одну помаду, вы все знаете, Maxine. Я про нее вам рассказывала. Не могла найти ее в Израиле. Но когда я ее искала, мне постоянно в магазинах пихали один карандаш для губ, который называется Night Moss. Говорили, что он очень похож на Seine. Купи его и все. И последние месяца я смотрела своих любимых блогеров. Некоторых девчонок. Одна с России. Одна с UK. И у них были крутые помады. И у той, и у той, когда я спросила, то каждая сказала, что и у той, и у той есть этот карандаш на губах. И поскольку мне этот карандаш советовали, поскольку я хотела эту помаду Seine, я подумала, что пришло время и мне пойти приобрести этот карандаш. И после того, как я его попробовала, наверное, раза четыре в магазине. Да, я иногда очень долго пробую какой-то продукт для того, чтобы купить его. То я приобрела себе вот этот карандаш Night Moss. Night Moss. Night Moss он называется, да? Night Moss. Вот. Он такой темный-темный. Вы его видите у меня на губах. Вот этот у нас карандаш. Видите, какой он темный. Он такой, знаете, темно-фиолетово-бордовый. Он у меня сегодня на губах. Но я его сегодня нанесла с помадой All Fired Up. Такая более красно-розовая. Все это вместе смешала. И вот получился такой цвет, который вы меня сегодня видите. Мне безумно нравится. Я просто в полном восторге от этого карандаша. Очень просто хорошая покупка. Я вообще люблю карандаш от MAC. Я вам уже говорила. Я знаю, что многих не любят, потому что считают, что они бесполезные, что они дорогие. Я очень люблю карандаши MAC. И я каждый раз, почти когда покупаю матовую помаду, я всегда покупаю карандаш от MAC. Пусть это стоит в два раза дороже. Но я люблю, как это смотрится на губах. Я люблю, как он подчеркивает губки. Я люблю, как губки с ним свежие выглядят. В общем, мне нравится все. Поэтому я всегда покупаю карандаши, и это карандаш для меня полная находка. И последние два средства, про которые я вам сегодня расскажу. Это будут два тональных средства. Будут два тональных средства. Вообще, я хотела купить средства от Lancôme. Я хотела купить два тональных средства от Lancôme. Новый их, который идет как подушечка. И второй, который как бы сухое тональное средство, как пудра и тональник. Но когда я узнала, что нет этой скидки 2 плюс 1 Обычно Ланком участвует в этой скидке То я круто обломалась И плюс не было этой подушечки, как обычно в Израиле Все новинки приходят через полгода После того, как они появляются во всем мире У нас, например, Герлен А весенней коллекции еще нет А я знаю, что в России ее уже нет Потому что она закончилась И нет, потому что она еще не пришла А в любом случае, то я обломалась И пошла искать другие тональные средства И вот на что я наткнулась Значит, одно тональное средство, я вам показывала его в инстаграме Я купила от клиник Насколько я поняла, оно новое Оно называется Beyond Perfecting И это и тональное средство, и консилер вместе То есть 2 в 1 В общем, я его купила только потому, что я, как обычно, подошла И как обычный консультант Мне бла-бла-бла-бла И я окей И она, короче, меня уговорила Это вот идет такой бутылек Здесь сколько есть у нас Можно... Вау, это много Оно может быть открыто 24 месяца Это много Сколько здесь есть средств 30 миллилитров И оно очень интересно выглядит Оно выглядит как помада Знаете, вот такой вот Как аппликатор для помады, для блеска Вот У меня в номере 2 самый светлый Алибастер это, по-моему, называется Если я не ошибаюсь Когда я подошла, попробовала на себе Мне показалось, что он темный И он цену вообще сегодня не говорил Поэтому цену этого говорить не буду А нет, говорила 31 доллар оно стоило А в Duty Free у нас В общем, для меня это средство Оно... Вообще, это средство От среднего покрытия До полного покрытия Смотря сколько вы наносите Для меня это вообще полное Поскольку я люблю Очень такие легкие покрытия Только чтобы выравнивали Тоны, а не более Для меня оно И тональник И консилер однозначно Потому что он скрывает Очень много чего А в Rigel Этот тональник Вел себя просто великолепно Замечательно Я была в него полностью влюблена Потому что он вел себя хорошо Кожан Как бы жирнилась В некоторых местах Но абсолютно Некоторые места Вот здесь на лбу Может быть совсем чуть-чуть Может быть совсем на подбородочке Простой обыкновенный салфетчик Я хотелось притронуться И все уходило Целый день держалась На нем румяна И все остальное держалось Просто замечательно Я просто была в полном восторге Приехав в Израиль Конечно, восторг у меня поменялся Потому что в Израиле Другая погода Другая влажность Другая жира И все подобное И ведет он себя уже совсем-совсем по-другому Сразу хочу сказать И в Риге, и в Израиле Он, да, подчеркивает Сухие зоны на лице Поэтому если у вас есть Сухие зоны на лице Он будет подчеркивать Особенно маленькие Сухие куджочки Поэтому нужно То ли эксфилиировать ваше лицо В общем, чтобы сухости не было Хотя написано Что он для тех типов кожи Которые двойка и тройка То есть сухая комбинированная Или комбинированная жирная Не для нормальной кожи Но все равно Я этот тональник люблю Потому что Вместе с тем Потому что у него плотное покрытие Такое, знаете, среднее плотное И вместе с тем Он вообще не чувствуется На лице плотным покрытием Лицо от него Жирнится Но оно намного Дольше держится И начинает жирниться Много позже Нежели с другими средствами Иногда оно на мне ездит Вот как обычно Вот здесь оно мне любит Ездить тональник И здесь Как я им пользуюсь Я или В Риге пользовалась им полностью руками Здесь я пользовалась Пробовала и руками и кистью По-моему, оно любит руки Больше, нежели кистью У меня такое впечатление Но ему, как мне показалось Важно, чтобы когда вы его наносите Чтобы он сел на вас Минут 10 После того, как вы нанесли Подождите Чтобы он уже хорошо так сел Потом возьмите Обыкновенную салфетку Или эти Салфеточки для снятия жира И хорошо так промокните Чтобы весь недостаток То есть все остатки С вашего лица ушли И потом закрепите его Пудрой, которую вы любите И таким вот образом Он на мне очень хорошо держится Очень хорошо скрывает Все неровности Потому что у меня их Достаточно на лице В общем, пока для меня Это вот такой тональник Сильного покрытия Самого сильного покрытия Что у меня было И в принципе На данный момент Вот мои Начальные Начальное такое Восприятие По поводу нему Я им Да, довольна Но это все может измениться Вы знаете, что в тональниках Я очень изменчиваю У меня до полбутылька Одно мнение Вторая половинка Бутылька другое мнение И второй тональник Что я купила Это был тональник от Бобби Браун Это тональник Сухой тональник Стики У меня номер 2 Сэнда Это есть один У меня двойка Есть на моих видах Наверное штук 15 оттенков У меня второй снизу Нейтральный цвет У меня лицо нейтральное Не на розовинку Не на желтавинку Нейтральное Поэтому Я уже даже никого не слушаю Ни одного консультанта Когда я выбираю тональник средства Я прошу, чтобы мне дали Самый светлый Нейтральный цвет Обычно Самый светлый Нейтральный цвет Он или первый Или второй Бобби Браун Это второй Потому что первый Он с розовинкой По-моему был Не помню В общем Это тональник Стики Этот я купила Вместо пудрового Тональника Как я хотела Чтобы можно было Таскать с собой Чтобы он был В общем Везде Стика На самом деле Здесь мало Немного Вот это все Что есть Видите Я его попробовала В Латвии В Латвии Мне показался Суховат Как странно Суховат на мою жирную кожу В Израиле Я его еще не пробовала Но в Латвии Вместе с тем Что он был суховат Он также дает Замечательное Просто покрытие Хорошо лежит на лице Он не ездил Он просто мне показался Немного таким суховатым Я люблю Тональники Которые Несмотря на то Что у меня лицо И кожа Комбинированная Жирная Я все же люблю Тональники Которые более такие Дают такой влажный эффект Чтобы не выглядело На мне матовым А вот он мне Немножко показался матовым И в Латвии Меня это смутило Но в Латвии Другая погода В Риге А в Израиле У нас другая погода Поэтому я буду Здесь пробовать Пока я здесь Еще не пробовала Чего-то Чего-то у меня Пока на клинике прет Как говорится Поэтому этот Я еще пока не пробовала Но с собой Его таскать По-моему Вообще супер Куда-то с собой Когда летишь Ездить Вообще Очень удобно Вот Если кому интересно Сколько он стоил Он стоил 47 долларов Ну что Это были все мои покупки Заказы с интернета За последнее время Покупки в Латвии В Риге Покупки в Дьютифри Просто все вам рассказала Примерное мнение Вам сказала Сразу говорю Все что я все равно сказала Мое мнение об этом Оно лично мое Это все лично работает Так на мне И это первое мнение Это все еще может измениться Что-то я могу Возненавидеть Что-то я могу полюбить Поэтому вы Однозначно Мое мнение Как бы Всерьез не берите Потому что Все это изменчиво Все это меняется Кожа меняется Все у нас меняется Погода меняется Сейчас наступает весна Другая погода Более жарче Более влажней Более все Вот Ну что Надеюсь вам было интересно На сегодня все Мы увидимся очень скоро Всем привет Ну что ж Как я и думала У меня нифиг Гулешки Получилось вам снять Пока я была За границей Так что Две недели вы отдыхали Но я думаю Что это иногда полезно